Всем привет! У микрофона, как обычно, Фрэнзис. Для вас комментирует студия Старгадр ТВ. Турнир под номером... Точнее, турнир под названием Фаст Кап, уже который под номером 18750. Это первая стадия данного турнира. Встречается команда Magic Hands против Заваруда. И вот у нас подходит уже к концу стадия пиков банов. На первой карте данного турнира. И что же мы видим? Что же мы видим? В принципе, как мне кажется, и у первой, и у второй команды, конечно же, не по значению, пики ориентированы на быстрый пуш. То есть, это очевидно, Трокса, Фурион, Джакира, Винга и Люкан, Некрофос, Найт Сталкер. Это быстрая, агрессивная, скоростная игра. Зачем всегда очень интересно наблюдать, и что всегда очень интересно комментировать. Что ж, наконец-то, наконец-то, давно у нас не было прям таких пиков у двух команд одновременно, чтобы и с той, и с другой стороны была агрессия на ранней стадии. Ну, в принципе, в принципе, по пику, я даже не знаю. Честно говоря, мне кажется, что Фурион с Джакиросом будут посильнее в плане пуша на начальной стадии. Хотя, опять-таки, многое зависит от стадии лейнинга. Но, если Трокса с Джакиросом и Вингой просто пойдут пушить, то останавливать их, по факту, особо и нечем на ранних уровнях, пока не будет косы у Некрофоса, пока не будет хорошего уровня у Найт Сталкера. Но, опять-таки, как обычно, многое зависит от исполнения, поэтому не будем загадывать наперёд, а всё-таки дождёмся пятых пиков и посмотрим, какие же герои у нас залетят. Как я понимаю, это Некрофос на центральную линию, хотя, возможно, это Некрофос и оффлейновый. Но давайте всё-таки отталкиваться от того, что это Некр на центральную линию, и пятым пиком тролль! Тролль Варлорд! Так, а вот это уже интересно! То есть, получается, Некрофос, наверное, всё-таки не на центральную линию, а он идёт в оффлейн или как саппорт. Тогда тролль у нас либо мид, либо керри. Не, скорее всего, Ликантроп керри. Тролль тогда будет стоять на центральной линии. Шейкер. И, в принципе, да, вот тут первые три героя могут варьироваться между собой. Как шейкеры, как Найт Сталкер, так и Некрофос могут быть на сложной линии. Ну что ж, пятым пиком залетает Зевс в команде Magic Hands. И будем смотреть, будем смотреть. Зевс, в принципе, маг-дэмэдж по второму СПУ Некрофоза залетает достаточно неплохо. Плюс, да, будет он пробивать тролля, будет пробивать Ликантропа до сборки Армлета своим вторым скиллом. Поэтому, возможно, Зевс не так уж и плох. Но проблема Зевса, явная проблема Зевса, то, что его очень легко гонгать. И Зевс, герой, который достаточно сильно уязвимый на начальной стадии игры. То бишь, тот же Найт Сталкер, тот же Некрофос с косой будут просто выходить и не оставлять Зевсу никаких шансов. Но, опять-таки, многое зависит от Вижена, от того, будет ли хоть один из саппортов у Зевса на линии. Так что, сейчас будем за всем этим смотреть. Сейчас будем за всем этим смотреть. И начинается игра. Сразу, как обычно, смотрим за перемещениями саппортов на нулевой минуте. Так, есть Смоук от Джокероса, по-моему, да, летит он на телепорте на центральную вышку Тир-1. Должен ставить вард куда-то сюда, как обычно, да, стандартный абсолютно вард. И, да, ну или можно поставить сюда на вражеский хайграунд, или даже вот сюда ближе к святыне. Ставит он все-таки, чтобы видеть верхнюю руну и хайграунд вражеского мидера. А второй вард не спешит он ставить, оставляет его на потом. Что же у саппортов команды Заворуда? Тут пока все тихо, ни одного варда не поставлено. Имеется, да, один вард у Джиджи Пугеля, и второй вард должен быть, по всей видимости, у... Нет, 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 а все, только один вард купили на начальной стадии. Это очень странно, кстати. Ммм, а нет, у Ликантропа, у Ликантропа второй вард. Так, и что же мы видим? Так, подождите, Акама Гакилл заходит на хайграунд, пытался что-то пойти проведать, прочекать. Тем не менее, Найт Сталкер нашел его раньше. Так, и начинается драка, металл, металл должен откидывать Айспейс. Действительно, да, вынужден он вкачать на первом уровне Айспейс. Акама Гакилл очень больно, залетает в него еще топорик от Йоко. Йоко, Йоко бежит за Вингой, Винга отпевает фласочку, Винга спасается, и... Все выживают, в результате все выживают. Тем временем у нас Фурион забрал вражескую баунти-руну, и в принципе не все так и плохо. Три баунти-руны забрали игроки команды Magic Hands. И Фурион, в принципе, да, неплохо, неплохо. Я, правда, вынужден был вкачать телепорт на первом уровне, что, возможно, является не самым полезным свойством за Фуриона на первом уровне. Тем не менее, что есть, то есть. Уже будем отталкиваться от этого. И давайте по лейнингам все-таки окончательно утвердимся в том, кто у нас где стоит. Некрофос соло на легкой линии. На центральной линии у нас будет стоять Ликантроп. А тут оффлейновый, оффлейновый. Кто? Оффлейновый тролль, конечно же, да, это оффлейновый тролль. Хотя на самом деле тролль Кири, а Некрофос оффлейн просто не слапнулись линиями. Что ж, в принципе, идея достаточно неплохая. Идея достаточно неплохая. Если они хотят задоминировать Траксу, не давать ей жизни, фарма, не дать спушить себе на второй минуте, ну, на третьей, на четвертой, ладно, вышкутир один, то тогда, да, стоит идти. Но проблема в том, что у вас, грубо говоря, два с половиной милишных персонажа. А тут все рейнджевые, плюс по Дауре и Траксы. Так что, да, вот, посмотрите, от стролля уже такие кусочки неплохие отваливаются. Плюс Хавулем будет помогать. Хотя, да, вот Хавуль будет как-то спасать. Должен будет как-то спасать команду Заворуда. Так, но, опять-таки, у Джеки Роса на первом уровне пока что... Точнее, не пока что, а просто на первом уровне Айспес. Вынужден он был его вкачать. И поэтому пока что от него импакта не столько много, сколько бы было, если бы он вкачал Ликвид Файр. Но, если бы, да, бы... Так, разминочка пошла. Найт Сталкера цепляются. Диди Репугель должен отходить. Лав Диди откидывает Фиссуру. И Найт Сталкер в результате уходит. Отпивается фласочкой Диди Пуджель. И целых здоров и почти что не вредим. Так, на центральной линии у нас Зевс против Ликонтропа стоят ровно. Да, Зевс немножко его перелестхитывает. И Ликонтропу неприятно, потому что уже кончается у него реген. Но вкачивает он Феррел Импульс на двоечку. И поэтому, скажем так, реген ХП просто увеличивается до 6 единиц в секунду. Так, тут нападение на ДД Пугеля. Винга откидывается по ней Фиссура от Лав ДД. А там тем временем погибает где-то Курьер. А где же погибает Курьер? Скорее всего, убил его Фурион. Так, да, по идее, должен был убить его Фурион. Да, именно так, с телепорта, как я понимаю, по всей видимости. Фурион прилетел и забрал. Что ж, неплохо сыграно. Очень хороший мув от Мирейджа. И теперь проблемы. Теперь проблемы у того же Ликантропа, которому просто кровь из носу нужна какая-либо фласочка. Хотя у Зевса уже мана закончилась. Поэтому Ликантроп должен стоять на самом-то деле уже более-менее нормально. Хотя по Крипстату мы можем заметить то, что он и так особо не страдает. То есть все у него хорошо. Идут ровно. Ровно. На нижней линии у Латраксы 6 крипов. Плоховато. У Тролля чуть получше 8 крипов. Тем не менее, вот этот чуть получше особо роли не играет. Потому что как одному, так и второму персонажу нужен фарм. Нужен фарм, нужно много фарма. Но, как по мне, от всего этого проигрывает больше Дровка. Потому что ей в лес уходить сложнее. Хотя мы видим то, что с получением уже стрел и вкачаные ауры Венги. И начинают наваливать Тракса побольнее. И, так, нападение на Йоко. Йоко получает, нет, не получает. Айспресс раскидывает, раскручивает топорики. Пытается с разворота пробить Дейла. Дейл начинает бить фрост ауровыми. Неприятно Троллю. Тролль может сейчас погибнуть на ФБ. Или там погибнет Венга ранее. Пока непонятно. Тролль, да, все-таки Тролль погибает от рук Дейла. Тракса получает денежки за ФБ. Тут погоня за Венгой. Венга. Венга еще тысячечка. И фраг для Лав Диди. Тракса забрала себе ФБ, поэтому она остается в плюсе. А вот этот размен уже не совсем выгоден для команды Заворуда. Так, тут Нейт Сталкер на хосте. Нужно быть аккуратнее. НСу бы по-хорошему, конечно, получить третий уровень до начала ночи. Но, понятное дело, он уже его получить не сможет. Начинается ночь. Нейт Сталкер на уверенность идет давить. Опасно, опасно. Фиссура чуть ли не добивает. Но тут уже с разворота нападение ДДД Пугеля. И фраг очередной для Дейла. Неприятно. Йоко, Йоко пробивает. Фурион, если спруты, спруты потрачены. Будут через 4 секунды. На фейзах можно попробовать дыгнать. Айспейс спала в Диди. А в Диди убегает. А в Диди очень больно. Получает стан, получает спруты. Это даблкил для Дейла. Прилетает сюда Нейт Сталкер. И уже можно попробовать с еще одного разворота. Кого-то сыпануть. Джекки Рос очень лоу-хпшный. Но как и Фурион, так и Джекки Рос. Просто делают ТП-аут отсюда. Фурион на верхнюю линию. Джекки Рос на базу. Хороший вард, кстати, стоит у команды Мэджик Хэнс. Но тут нападение уже на Дейла. Какая у нас агрессивная игра. В принципе, неудивительно. Выходит так. Акам и Гакилл. Фрагца начинается с разворота. Настреливаясь. Но тут фиссура от Лав Диди. Очень больно Акам и Гакилл. И все-таки погибает он. Фраг для Шейкера. Уже второй. Да, это жестко. Это жестко. Правда, проблема в том, что у Дроу Рейнджер кончается хилл. И это плохо. Это плохо, потому что еще пару нападений от Найт Сталкера. И придется либо тащить себе хилл и сейл. Либо уходить на святыню или вообще на базу. Так, а тут Винга в смолке хочет напасть на Ликантропа. Но у Зевсу очень лоу-хпшный. Хотя вот он отпевается ботом. Ликантроп прожимает ультимейт. Хочет просто на ноге догнать Девса. Тут уже Найт Сталкер выходит в спину. Но тут и Винга. Зевс. Зевс летит сюда в Хорион. Зевс должен отпеваться ботом давать ультимейт. Зевс отпевается, но маны по-прежнему не хватает. Потому что нет аркан бутцов. Ликантроп все-таки догоняет Девса. Это минус... Точнее Вингу. Это минус Винга. Минус Найт Сталкер. Также Ликантроп убегает. Очень неприятно Ликантропу сейчас. Если каким-то чудом у Зевса хватит маны на ультимейт, то он просто-напросто добьет Ликану. Но Ликан подбегает. Успевает подбежать к святыне. Отбивается от святыни Зевса. Думаю, сейчас попробует на удачу кастануть ультимейт. Или нет? Нет. Не пробует. Понимает то, что Ликантроп, скорее всего, успел добежать до святыни. Или просто сделать телепорт. И поэтому решил не проверять на удачу свой ультимейт, а просто оставить его до лучших времен. Не боишься. Что ж, по крипстату у Утраксы по-прежнему проблемы, но по фрагам у нее все довольно-таки хорошо. Три фрага у нее имеется, аквилка, грейджиный стик, сапог. В принципе, не то чтобы хорошо, но и не критично плохо. Но и не критично плохо. Нападение на Лав-ДД. Лав-ДД получат АСПС. Газ также от Траксы, мне кажется, чуть не своевременный. Хотя, тем самым, он не дает откинуть шейкеру фиссуры. Минус Лав-ДД. Нападение также на Йоко. Йоко закрывает спрутах. Не прогрызает он почему-то себе топориками спруты. Ультимейт от Зевса. Минус Йоко. ДД-пугель пытается взлететь. Нет, это никуда. Он уже отсюда не улетит. Очередной фраг для Дейла. Уже четвертый. И отпевает его хилен сейвом. И сейчас можно даже попробовать забрать вышку снизу. Или хотя бы прохарасить ее. Хотя сейчас, в принципе, прилетит вся команда Заворуда сюда. Поэтому, возможно, и не получится. Но нет, особо сюда никто не спешит. Найт Сталкер в одиночку. Без сапога даже тут особо конкуренции никому не составит. И вот-вот то, о чем я говорил. Тракса, Джекерос и Фурион начинают кушать под аурой венги. Все как положено. Приходит тролль. Приходит Найт Сталкер. Но они абсолютно ничего не могут сделать с этим наплывом урона. И в результате первая вышка падает на восьмой минуте. А достается она команде Magic Hands. Так, ну тут на центральной линии Ликонтроп уже начинает творить грязь. Обгоняет он Зевса на 20 крипов. Что довольно-таки неприятно для Зевса. Зевс стоит абсолютно без регена, без маны. Но, тем не менее, Зевсу главное не проиграть эту линию. Пока его команда выигрывает игру в соло. Выигрывает игру в соло его команда, возможно, чуть-чуть неправильно сказал. Тем не менее, Зевсу главное не фидить. Все, что от него требуется, не фидить и давать ультимейты. Все. Так, ловят Некрофоз за Некрофоз. Есть от Конгуцина. Это, мне кажется, ему особо не поможет. Откидывает он Деспульс. Но, опять-таки, очень-очень много урона на начальной стадии у команды Magic Hands. Еще пару тысячек. Но нет. Зеро 8 все-таки успевает отхиливаться. Косу дает по Джекеросу. Убивает Джекероса. Начинается бешеный отхил. Лютый отхил. 80 хп в секунду. Но все-таки Мега Рейдж его добивает. Тут приходит Ликантроп. Ликантроп под ультимэтом. Ай-яй-яй-яй! Фурион! Хорошая игра пеньками. Дейл. Дейл. Один в трюх. Остался. Фурион пытается заблочить пеньками. С разворота можно грязевого краба попробовать добить. Но нет. Нет. Все-таки слишком много персонажей команды. Заворуда тут. Но тут уже приходит Зевс. Зевс убивает Ликантропа. Загулял Ликантроп. И бешеные размены. Но мне кажется именно этот файт был в пользу команды Силы Тьмы. Потому что убили они Фуриона. Убили Траксу. И в принципе возможно вернули себе. Чуть денег. Да. Вернули достаточно. Особенно Найт Сталькер. 800 золота получил. Некрофос молодец. Жил до последнего. Умер как герой. Выиграл кучу времени. В результате заставил их за собой гоняться всю вражескую команду. И за счет этого его тиммейты успели стянуться. Зеррейт прожимает на всякий случай Гост. И уходит. И уходит. Но Фурион с Вингой настроены как мне кажется довольно таки решительно. И просто так от этой вышки они отходить не собираются. Понимает эта команда Тьмы. И Равдиди с ДД Пугелем уже. Или ДД Пуджил. Я на самом деле не знаю как правильно это произносить. Или ДД Паджил вообще. Но. Да ладно. Не будем об этом. И тем временем пока Фурион с Вингой на верхней линии развлекаются. На центральной линии у нас дискотека от Джеки Росла с Зевсом. Но тут уже приходит Найсталкер. Тут вообще все почти. НС кидает Войт. Фиссура не очень удачна. Тут также Тракса из разворота уже начинает по Найсталкеру накидывать. Зевс ультимейт от Фуриона тоже ультимейт залетает. Фурион залетает сам по себе. Так Шейкер берет руну инвиза. Это его спасает. Нет. Не закрывает. Не закрывает Фурион. Но был кстати достаточно близок. И если бы закрыл, то это был бы однозначный фраг. Тем не менее так. Нападение на Ликантропа. Ликантроп что-то тут потерялся. Чуть-чуть получает газ. Получает стан. Верхний от того самого Дениса. И фраг очередной для Зевса. Падает Тир-1 по центру. Вторая вышка в копилку команды Magic Hands. А Йоку фармит. Йоку фармит. Йоку больше ничего не остается делать. Потому что без БКБшечки, без Саши Яши, без Владмира он тут особо ничего не сделает. Слишком много физ дамага. Слишком много маг дамага на начальной стальде. Много контроля. Много Сайвенса. Так, куда же ты прилетел, Некрофос? А зачем? У тебя же никто не спасет. Хотя тут есть Шейкер, есть Найсталкер. Некрофос получает очень много дэмэджа. Не выхиливайся. Он минус Некрофос, Лав-Ди-Ди дает хорошую фиссуру. Но Дэйл не должен таких отпускать. Все-таки Арулы замедляют очень сильно. Так, минус Шейкер. Погоня от Ликонтропа за Зевцом. Все-таки минус Зевц. Тут подходит тролль. Хорошая айспейс от Джекироса. Тролль начинает бить Джекироса. Джекиросой, хороший гаст от Дэйла. Но ты не спасай Джекироса. Двойное убийство уже для Ликонтропа. И грязевой краб сейчас должен просто сгрызать всех. Это уже минус 3. Пытаться делать отсюда телепорт Тракса. И Тракси это удается. Тракси это удается. Но тем временем Фурион делает свою грязную работенку. И убивает вышку сверху Тир-1. Так, давайте посмотрим итоги боя. Да, очень много золота подняли для себя игроки команды Зеваруда. Заваруда? Заваруда, кстати, с японского переводится как Мир. Зеворуд. Есть у меня информация, как я понимаю, от капитана команды, что один из игроков команды Заваруда является анимешником, фанатом, скажем так, аниме. И поэтому название соответствующее. Так, ЕС. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же отваливается она в Диди. Нужно срочно арканы Глимер Кейп собирать. Ну или хотя бы просто накидочку для начала. Сейчас будет верхняя и ульт. Но нет, Найт Сталкер ночью залетает. Тот самый Денис рискует погибнуть. Хочет он еще с разворота забрать Шейкера. Да, сделать это у него действительно получается. Но 574 золота для Найт Сталкера. Ого-го! Это слишком много. Это слишком много. Тем не менее, несмотря на все эти фиды... Так, давайте переключим на таблицу Найт Ворсов. Несмотря на все эти периодические фиды от команды Magic Hands, они по-прежнему ведут 4000 золота. Даже чуть больше. По Найт Ворсам, что мы видим? Фурион, Зевс, Тракса в топе. Их пытается как-то растолкать Ликонтроп. Кстати, фарм у него довольно-таки хороший, потому что имеет он 5 фрагов. Собирается, скажем так, через старый билд, через Микрономикон, как делают сейчас почти все Ликонтропы на Интернешнале, которые проходят. Вот уже третий день будет сегодня вечером начинаться. Третий день групповой стадии, понятное дело. И размен вышками Тер-2 на Тер-1. И в результате 14-ая минута 5 вышек упало у Сил Тьмы. Так, и очередной раз, по идее, Фурион убивает Курьера или нет. Ладно, уже мы об этом не узнаем. Так, нападение на Зевса. Зевс опять встрет и с Рипером его на 45 секунд в таверну загоняют. Но мне кажется, по большому счету, Зевсу нужно заканчивать с этими похождениями. Очень часто он погибает. И это плохо. Это плохо не стоит. Так, а где умер Курьер? Давайте посмотрим. Курьер погиб на центральной линии. Но мне сложно сказать, было ли это дело рук Куриона, Или кто-то другой подрезал ни в чем невинную курицу. Вообще, кстати, Курьеры это как почтовые голуби. Хотя, не, наверное, погорячился. Ха, прикольный, кстати, Курьер прикольный. Ладно. Вернемся к игре. А вот, если уже мы заговорили о почтовых голубях, Вот вы никогда не задумывались, уважаемые зрители, Каким образом вообще тренируют почтовых голубей? То бишь, как делают так, как их дрессируют, Чтобы вы давали ему письмо, А он летел именно в то место, куда вам нужно. То бишь, как это получается? Сидит такой голубь, Каким-то образом... Ну, тут тем временем забирают Рошана, В принципе, все логично. Так вот, сидит голубь, Ему дают сверток, На грудь привязывают или на спину. И он каким-то образом знает, Куда нужно лететь. Ну, У меня есть одна теория, Но я расскажу о ней чуть попозже. Так, нападение от Лавдиди, И Писсура вообще ни в кого. Гаст получает тут же Шейкер, Минус Шейкер, Подбирата Егис, Тот самый Денис, Абсолютно правильное решение, Потому что погибает он часто, Ему действительно нужна вторая жизнь, Или же Егида Бессмертия, И Пашка погоня дальше. Пашка погоня, Пока не знают за кем, Но за кем-то гонятся, Видят Некрофоса, Некрофос получает свап, Станк, Успевает уйти в гост, Но Зевс не прощает вот таких ребятишек в госте, Грязевый Краб прожимает ультимейт, Но уже двух персонажей его команды нет, Ой-ой-ой, Как же больно грязевому Крабу, Зевса достается, Зевс, мне кажется, Вносит просто кучу дэмэджа, Хотя получает он Сайленс, Ночью очень неприятный Сайленс, Там тонна секунд, Просто велико множество секунд, И все-таки сейчас еще рискуют проиграть драку команда, Мэджик Хэнс, Уже минус три, Правда сейчас встанет Зевса Егиса, Троксия, Неприятно, Дейт убегает с разворота, Правдидина стреливает, Дейт, еще одна тычка должна быть, Но нет, Зевс все-таки добивает, Убегать, Убегать от некрономиконов, Дейт, Дейт убегает, Убегает и должен убегать, Да, Ликонтроп все-таки далеко, Уже ультимейта у него нет, Пытался навернуться, Смолком, Но слишком близко стоял, И тот самый Денис все-таки добивает, И вот она, Наконец-то победная драка для Мэджик Хэнс, Смотрим на дэмэдж Зевса, 4200, Это почти в два раза больше, Чем ближайший его преследователь, По дэмэджу, По нанесенному урону, Так, Ночь от нейсталкера пошла, Йо, Побрывается на Дейла, Дейл больно, Получает баш, Минус Дейл может, Кстати, Подстрять тот самый Денис, Тот самый Денис пытается как-то отмансить, Правда, Не очень, Он уверен на это делается, Разворота хотел по некропосу, Но в результате поплатился, 56 секунд, Отправляется в таверну, Тот самый Денис, И, Сложно, Сложно, Но у Фуриона появляется Орщит, Появляется Орщит, И это уже заявочка, Мы видим, Кстати, Как много проблем доставляет Зевсу, ДД Пугель на нейсталкере, Он кидает, Фир, Кажется, Первого уровня, Но продолжительность ночью, Сайленса, 5 секунд, 5 секунд, Для Зевса, Это просто такой забей, Что, Хуже придумать нереально, Собирает Зевс себе форстав, Но я бы на его месте, Честно говоря, Задумался о покупке первым айтемом, Зеула, Потому что против таких сайленсов, Выживать нереально, Просто анрел, Как говорится, 5 секунд, И это только первый уровень, На четвертом 8, Вы представляете, Что такое 8 секунд сайленса, Для Зевса, Плюс, Там, Кулдаун самого спыла, 12 секунд, То бишь, Каждый, Зевс может кастовать только 4 секунды, Хотя, При хорошем раскладе, На самом-то деле, Зевсу и 4 секунд хватит, Ну, Это прям, При совсем хорошем раскладе, Так вот, Давайте вернемся, К почтовым голубям, Пока у нас затища на карте, Есть, Возможно, Такая теория у меня, Точнее, Не возможно, А, Есть теория, Что, Как тренируют этих почтовых голубей, Возможно, Им дают еду на начале пути, Вот, Допустим, Маленький голубь, Маленький почтовый голубь, Ему привязывают, Ээээей, К зат Spirit. К низу с 256 секунд, Дают еду на начале пути, Так, Подождите, Подождите, Опять, Как обычно, Только я начинаю что-то рассказывать, Про, Эээ, Офлук, Сразу начинается нападение На кого-либо, Грязевый крафт, Получат, Аспэс, Порщит на него, Сверху закидывается, И тот самый Денис, Просто, Не щадит, Не жалеет ульт, И добивает, Со злостью, Легантропа, Так вот, Так вот, к этому голубю привязывают, значит, бумажечку, не важно, свиток, не важно, что-то привязывают и дают ему еду на начале пути. Потом его отвозят, я не знаю, или переправляют, в общем, каким-то образом его приводят к конечной точке и дают ему еду только вот на этой конечной точке. И, то бишь, получается, это система поощрения, он запоминает, что ему дали еду в начале пути и ему дали еду еще в одной точке, куда он должен был долететь, точнее, куда его доставили. И в следующий раз он будет думать, что так, мне дали этот сверточек, значит, чтобы мне дали опять еду, я должен долететь до пункта назначения, как и в прошлый раз. Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю, но, в общем-то, тут уже упала Т-3-вышка, пока я все это рассказывал, идет нападение на Акама Гакилла, Акама Гакилл, по всей видимости, уже никуда отсюда не уйдет, правда, получат Айсплейс хороший, еще Гаст. Вот Траксы по двоим залетают, но тут уже Йоку совершенно с другой стороны подходит, начинает рубить Рипер Скайс по Винге залетает, минус Винга, минус Джекерос, погоня за Нейчерс Профитом, Нейчерс Профит уже никуда отсюда не уйдет, также падает. И Тракса падает, Зевс, Зевс с собой забирает, конечно же, Нейт Сталькера, но это трипл килл для Ликантропа, и преимущество-то, тает на глазах, да. Забрали Т-3-вышку, команда Мэджик Хэнс, но какой ценой, посмотрите, сколько золота, ой-ой-ой, забрала команда Заворуда, уууу, 3-100, 3-100 в общей сумме. Да, это жестко, это реально жестко, жестко. И что я могу сказать, что я могу сказать, у Ликантропа уже третий Некрономиконы, относительно скоро будет БКБ. Некрофос Гвардиан Гривсы, собирает он Аганим себе, чтобы 15 секунд иметь кулдаун на косу. Так, подождите, тут может быть нападение на Фуриона, да, взлетает Нейт Сталькер, Фурион имеет форстаф, кстати, о котором он и выталкивается. Мир Лейдж закрывается от вражеских героев, нужно делать по-хорошему отсюда телепорт, но у него просто-напросто нет телепорта, автоатак, он зачем-то ударил Ликантропа, зачем-то это сделал, успевает повесить Орчид. Надо Депуджеля, и тем самым улетает. Хорошо, разминсил, ладно. Вот, купил он себе телепорт, понял ошибку. Ну, теперь, кстати, открыты пути на святыне, на святыне у команды Мэджик Хэнс, точнее, святыне команды Заворуда, но открыты пути для, соответственно, Мэджик Хэнс. И можно как-то припочками с волчатами, фуриончиками, пиньками, точнее, заходить и по чуть-чуть, по чуть-чуть подгрызать. Подгрызать, кстати, ранжовый барак тут почти упал, поэтому все не так плохо для команды Мэджик Хэнс. Хотя, они очень много потеряли, и посмотрите на Нетворд с тролля. 9400, 9400, он уже обогнал Траксу, уже обогнал Зевса, и это опасно. Так, и да, вот то, о чем я говорил, заходят энты и просто начинают по чуть-чуть, понемножечку грызть, грызть эту святыню и... Да, вынуждены сюда стягиваться. Так, фуриона находят, находят фуриона, но опять он успевает повесить арчит и просто-напросто улетает. Так, тут дроу рейнджер, тут Зевс, Зевс, нужно отойти, Зевс, нужно отойти, да, вот он, получается, алин, Зевс очень опасно стоял только что. Так, тролль получает стан и гаст, не скомбинировано, тут уже Ликонтроп, он унтимейт, начинает грызть металла, металл должен, по всей видимости, погибать. Да, грызовый краб его догрызает, бежит дальше, бежит дальше. Тут Винга, Винга, да, получает воид, забивает и телепорт, и Йока просто в соло должен разбираться с Акам Гакилл, да, минус Акам Гакилл, погоня дальше, но тут уже никого нет. Нет, Фурион наверху, сплит пушит, но да, Фурион может выиграть эту игру в одиночку, если телепорту у вражеской команды, телепорта нет, телепорта нет, телепорт есть только у тролля. Да, но хотя бы у него и то хорошо. Так, тем временем пеньки грызут святыню, Зевс тоже им помогает, Зевс, конечно, не самый лучший помощник, скажем прямо, в убийстве, в сносе вражеских зданий, да и вообще каких-либо зданий, он же Зевс. Он вообще, по сути, как бы не должен этим заниматься, он бог, вот он сидит себе на тучке и командует. Кто согласен плюс в чат, как говорится. Но тут уже игра разворачивается в немножко противоположном русле, уже грязевый краб не боится, подходит, вызывает микрономиконов, хотя мне кажется, то, что не кричей он зря вызвал, просто подкидет ими вражеских саппортов и оффлейнера. Металу, правда, неприятно, да? Тем не менее. Так, грязевой краб. Выжидает. Телепорт у него круга вон 2 секунды. Одна секунда. И... полетели. Полетели, полетели, полетели. Хотя не спешит он отсюда улетать. Видимо, ждет, пока все игроки соперников появятся, покажутся в каком-либо другом месте. Хотя нет, вот он все-таки улетает на свою святыню. Наделся подфармить леса, но тут Йока уже все выфармил. Кстати, появляется БКБ у тролля, и вот это уже проблемы. Вот это уже на самом деле проблемы, потому что БКБшечка, Саша Яша под хаулем, под ультимейтом останавливать нечем. Останавливать нечем. Есть топорик, то бишь, даже спруты его не остановят. Хотя в прошлых игровых ситуациях Йоко не особо, на самом деле, торопился прокусывать топориком эти спруты, точнее, срубать. Но тут смоук, тут смоук от команды Magic Hands и... Что я могу сказать? Это шанс, это шанс. На кого-то найти. Это шанс кого-то найти, например, тролля с 10-секундной БКБшечкой, но это не самая удачная цель, как мне кажется. Так, Бинга выходит, дает стант, тролль не успел отпражать БКБшку, прожимает БКБ, с разворота начинает губить по Агаме Гакиле, Агаме Гакиле, Савенс получает Зевс, Зевсу просто убегает, Зевс из драки, Агаме Гакиле минус. Ой-ой-ой, как наваливают по Нейсталкеру, Зевс вилтует, минус Нейсталкер, хорошо. Шейкер, Шейкер избили Блинг, он закастовал Эхо Сэм на месте, тут Йоко начинает разгоняться, по нему дается Харикен Пайк, и Траксана стреливает издалека, не подрубает Мом пока что. Понимает, что если сейчас начнут фокусить, то будет очень больно, нет, вот подрубает Мом в уверенности, что его бить не начнут, но тут грязевой краб прибегает, очень больно, очень больно Дейлу под Момом, плюс Некрачи, плюс Волка, плюс Волки, плюс все его грызут, Дейл, Форстав, на лоу-граунд, телепорт, аут. Ой-ой-ой, зачем отменил, зачем отменил телепорт, Дейл, это сейчас опасно было, хотя, возможно, Зевс сказал, куда-то летишь, брат, давай заберем этого грязевого краба, подумаешь какой-нибудь краб, но нет, нет-нет-нет. Это так не работает. Это так не работает. Опа, кот у меня проснулся. Стало ему интересно, что тут у нас происходит. Интересно, слышали вы это в прямом эфире? Кот просыпается в прямом эфире без регистрации и смс. Так, тут Фурион пытается догрызть все-таки пенечками злосчастный рейнджовый барак, но это у него пока не особо получается. Тем не менее, получается убить святыню, что тоже достаточно неплохо, как мне кажется. И что мы, в принципе, какой мы можем сделать вывод? То, что тролль, по сути, бьет неплохо. Под БКБ. Но без БКБ весь исходящий урон тут же прекращается. Тем временем падает Рошан, это Сыр, это Аегис для Траксы, это Сыр для Зевса, также Зевс имеет руну хосты. У Зевса... Нет, у Зевса все хорошо с фармом, только хотел сказать то, что мало вещей у Зевса. Тем не менее, по Нетворцу он не особо отстает. И, по всей видимости, сейчас уже будут команда Силы Света заходить. Но тут смог, тут смог от команды Заваруда, Заваруда. Да, Шейкер куда-то прыгает, Шейкер. У-у-у, а куда что ты давишь фиссуру? Совершенно не туда, Айспайс по троим, плюс Гаст по двоим. Зевса начинает все это раскастовывать. Ликонтроп только сейчас прожимает ультимейт, но Тракса уже тоже неплохо наваливает. Ликонтроп пытается его слабнуть. Ликонтроп от БКБ убегает, убегает, собака-барабака убегает. Вроде бы успешно. Тролль, один, тролль совершенно, один, тролль совершенно, один. Нужно ловить тролля, нужно ловить тролля, погоня. Погоня за троллем. У-у-у, это полиция, это полиция загулявших. Нет, нет, не ловят, не ловят. Но тем временем Фурион все-таки снес своими пеньками верхний барак. И в принципе все не так плохо, все не так плохо для команды Magic Hands. А точнее все, даже наоборот, все очень и очень хорошо. Дейл уже начинает под Момом настреливать по вышке. Вышка падает, вышка очень сильно падает. Плюс там еще и Ликвид Файр залетает. Тут стоит снизу Зевс с сыром. Так что если вдруг что-нибудь случится непонятное у него, ему поплохеет или что-то еще, он нажмет сыр, залопает его, слопает. Так, нападение на ДТ Пугля, хотя сейчас непонятно, кто на кого нападает, но на Сталкеру явно неприятно. И убегает он, так, Шейкера слышит, там на кого-то врывается, врывается он, понятно, это по идее, на него врывались. Так, тролль, тролль без БКБшечки, да БКБшечки 11 секунд, тут Рипером накрывают Траксу, но Тракса выживает, Тракса выживает. Там где-то тем временем умирает Джекки Рост, грязевой краб, ультимейт через 15 секунд, так что неизвестно, сможет ли он кого-то догнать. Дейл, Дейл начинает перестреливаться с грязевым крабом, грязевой краб пытается до кого-то добежать. Ну же, ну же, Ликантроп, Ликантроп добегает, но не хватает урона, не хватает ХПшечки. И умирает Дейл, у Дейла всего лишь Аегис, это всего лишь Аегис, тролль, нужно прожимать БКБ, ну прогрызи, прогрызи, а топорик в стэше, топорик в стэше. Поэтому не может прогрызть себе тролль, пусть на выход, не может. Так, прожимает БКБ, начинает бить Дейла, баш, 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 будет ли еще баш? Нет, баши пока еще не будет, еще один удар нужно сделать, да, это все-таки минус Дейл, выпал у него Аегис. Так, Зевс уже без сыра, это минус 5 от команды Заворуда в размен на сторону, на полторы стороны, но, фух, продолжают они кое-как отбиваться, тем не менее, уже полторы стороны не имеют. Так, какие же равные драки у нас происходят, но единственный плюс, точнее, единственная разница в том, что команда Magic Hands успевает сносить в это время здание, а команда Заворуда просто пытается отбиться. Пытается отбиться, отбиться у них действительно получается, но такими темпами им просто сделают мега-крипов и игра на этом закончится. Так, хотят напасть тут на Ликантропа, или не хотят напасть? У Ликантропа 5 секунд до БКБ, 5 секунд до БКБ, успеет ли он прожать? Ух, как больно ему под Солар Крестом от Венги, под минус армором почти убили, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Очень сильно, очень сильно мигает на Джекироса, по всей видимости, у него все это время был айспэс, но не успел он его кинуть. Хотя можно было потратить и макропирует, тогда бы они точно убили бы Ликантропа без байбека. Да, было бы очень приятно, и можно уже, и наверное нужно было заканчивать и идти игру, но убить не получилось, поэтому Ликантроп еще поборется. Поборется Ликантроп, поборется тролль-варлорд, у которого есть Дакер, и хочет он себе сатаник. Что у нас у Траксы? Тракса собирает бабочку, Тракса... Ага, я понял, ладно. Не будем о грустном, давайте лучше переместимся ближе сюда. Винга, кстати, очень больно наваливает, сегодня же Солар Крест у нее, но Солар Крест, Аура и Вейвов Террор в сумме дают очень много снижения брони. Плюс Аура Траксы тоже дает о себе знать. Поэтому Винги действительно довольно-таки немало урона, тем временем оккупируют вражескую базу команда Magic Hands и... Будут пытаться Дейл и компания зайти на Т3 снизу. Так, Дейлу нужно подходить, видят его на ворде, но мне кажется, это не поможет. Можно сделать, кстати, Смоук к последней надежде, надежде к команде Заворуда, то есть обойти в спину или в бок. Так, посмотрите, как пробивают тролля, как же его пробивают уже просто с обычных тычек. Так, Зевс очень сильно всех харасит, но тут святыня, тут хил от Некрофиса, поэтому все более-менее живы-здоровы. Падает тем временем вышка, Смоук прожимается, Зевс пытается кого-то найти. У Зевса, кстати, не так уж и много маны, поэтому нужно что-то с этим делать. Жекер хорошая, ХСМ по двоим, свапует Дейла, Дейл, Дейл просто отфорстафливается, тут погоня за Зевсом, там уже погибает Джекки Рос. Бинга просто улетает куда-то за текстуру, но нет, все-таки возвращается к нам в игру Йоко. Йоко начинает фокусить Дейла, Дейл пытается убить Нейт Сталькера, тут погоня, Дейл за Нейт Сталькером, Йоко за Дейлом. Ну кто же кого? Кто же кого? Детка за Репку, Репка за Мышку и все-таки Дейл погибает. 103 секунды без Бэйбэка, ого! Так, 0-8 совершает двойное убийство и вроде пока отбились, вроде пока отбились, но тем временем Фурион все-таки убрал одну Тир-4 вышку, убрал ранжовый барак. А, подождите-то он все бараки снес! Он снес все бараки и это мега-крепы! Это мега-крепы? Да, вот то, о чем я говорил, в принципе, так что такими темпами команде Заворуда просто сделают мега-крепов и шансов у них особых не останется, так оно и вышло. Винга уже разбивает себе вещи, по всей видимости. Или просто покачать, показать, кто тут босс по типу. Но, знаете, не стоит быть... О-о-о, как мы быстро вернули вещи. Не стоит быть, мне кажется, чрезмерно нагуем в данных ситуациях, потому что это не чемпионат мира. Это всего-навсего фасткап и победа в нем ничего особого вам не дает и не ставит вас выше других. Да, вообще, любая победа в любом турнире не ставит вас выше других, поэтому, мне кажется, в любом случае нужно относиться к соперникам с уважением. Хотя, конечно, иногда можно и порофлить. Возможно, это именно тот случай, а возможно и нет. Тут уж каждый сам для себя решает. Ну что ж, по всей видимости, это уже гуд гейм, просто дело времени, когда команде Заворуда надоест отбиваться от мега-крепов. Но, видимо, хотят они еще побегать, хотят потыкать крипщиков, поразминать, скажем так, свои суставы, мышцы. Левой, левой, правой. Двумя. У Ликонтропа, кстати, хорошая комбинация, прям боксер какой-то. Сначала бьет в два раза левой, потом правой, а потом с двух сторон. Бау! Чтобы не ушел просто ни один из его когтей. Хм, ну да ладно. Ну что ж, а команда Magic Hands не просто... просто стали. Просто стали. А что еще делать? Да. И, мне кажется, это затянется, но затянется это только до того момента, как появится. Третий или уже четвертый Рошан, я честно говоря, не помню. Появится он через две минуты. И тогда с Аегисом, с Сыром еще раз пойдут заходить. На хайграунд команда Magic Hands. И все, и все на этом закончится. Ну да, возможно, возможно, силы тьмы, там, грязевой краб и компания надеются на какой-то невероятный переворот, камбэк или дан, там, стаклоды. По типу их. По типу них. И, да, строллим с Ликонтропом. Снести быстро просто по центру Тир-3 вышку, Тир-2, Тир-3 вышку, 2-тир-4 и трон. В теории возможно. Но на практике в этой игре, мне кажется, до такого дела не дойдет. Да, вот уже подходят к Рошану. Ждут, ждут Рошана. Абсолютно правильно делают. Спешить некуда. И просто Рошана ждут. Покупают Смоук на Итстаггер. Возможно, будет пытаться он куда-то использовать его. Точнее, просто куда-то в нем выйти, поставить один вард. Ну, опять-таки. Мне кажется, тут нужно заканчивать вот эта игра до конца. Но, нет, нет, нет. Я, конечно, люблю, да, когда команды не сдаются, когда команды проявляют характер. Но, по мнению, в этом случае. И вот он, Найтстаггер. Замещают его. Гаст он получает. Минус Найтстаггер. 50 секунд. Вообще без байбека. Даже Шейкер. Минус на 45 секунд. Есть байбек. Мне кажется, это особо не влияет. Винга, свап Ликонтропа. Ликонтроп 89 секунд. Тут же выкупается. Шейкер также выкупается. И, по всей видимости, это последняя драка будет. Закрывает 0-8. Как же больно ему прилетает. По торчитам. По дизоляторам. Так, Йоко. Йоко ищет кого бы побить. Ни до кого добежать не может. Просто его кайтит. Харикен Пайком. Дейл отправляется на лоу-граунд. Ликонтроп тоже бежит. Их просто кайтит. Их просто кайтит. Ликонтроп уже без бкбшечки. Абсолютно ничего не может противопоставить вражеской команде. Там уже падают понемножечку строения на базе. Грязького краба сейчас догонят. По идее, убьют. Вот он Йоко. Йоко тоже без бкб. Йоко погибает. Так и не дособрал он себе свой сатаник. Оставил на байбек. Но, тем не менее, падает в трон. Падает в трон. И, гуд гейм. Гуд гейм. Поздравляем Magic Hands с победой в первом туре. Пасткапа под номером 18. 750. Поздравляем их с проходом в финал. Что ж. Ранняя доминация удалась. Фурион сделал много грязи. И, можно сказать, что победил в этой игре. Очень многое действительно сделал Фурион. Но, тем не менее, не преуменьшаем заслугу всей его команды. Которая в то время, пока он убивал вражеские вышки и бараки, развлекала всех остальных героев. Ну, что ж. Мы уходим. Я не знаю, насколько. На 5, на 10. Может быть, даже на 15 минут на музыкальную паузу. Но вернемся уже совсем скоро. Поэтому не переключайтесь и ожидаем финала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!